друзья всем привет из макао всем привет вы на канале big trip vlog сегодня мы продолжим отдыхать в нашем шикарном отеле galaxy а также посмотрим историческую часть макао ребята доброе утро наконец-то мы приступили к нашему завтраку сегодня у нас второй день макао galaxy если вы не смотрели предыдущий выпуск обязательно вот здесь по ссылочке переходим смотрим наслаждаемся этим отелем в котором мы находимся сегодня мы еще его тоже покажем его территорию его бассейн и поедем уже гулять в историческую часть города пока мы завтракаем нашими великолепными яйцами пашот бекончиком кашкой сок грейпфрутовый хочу пару слов сказать о том как мы провели сегодняшнюю ночь а провели мое прекрасно вчера придя после шоу мы увидели что нашу комнату подготовили ко сну представляете то есть персонал отеля оставил нам записку с пожеланием спать сладко видного спи сладко плюс положили тапочки перед кроватью приглушили свет какую-то еще специальную одушку подготовили для постели для постельного белья в общем великолепия друзья сейчас мы спустились на второй этаж нашего отеля именно здесь расположен аквапарк с многочисленными бассейнами речками так живописно это выглядит получается прямо под ним находятся магазины и бутики ну а здесь аквазона на территории аквазоны есть даже собственный пляж с привезенным сюда песком с лежаками и с бассейном с искусственными волнами посмотреть как это выглядит чуть позже мы туда отправимся сейчас мы дошли пожалуй до главной изюминки этого аквапарка эта речка длиной 575 метров и в некоторых местах вы посмотрите существует прозрачное дно то есть некий туннель по которому мы также сейчас будем проплывать здесь можно на выбор взять надувные круги вот мы берем двойной есть для детей есть для взрослых в общем совершенно разные и уже отправляемся отправляемся в сплав по реке мы сейчас забыли на части где очень большие волны как это выглядит Кирилл слез с кружочком и теперь меня ведет впереди виднеется пещера и и Ух, это мне как-то нахладил немножко. Территория этого отеля, конечно же, удивляет, потому что я не ожидала, что здесь настолько большой аквапарк, помимо того, что здесь есть и речка, здесь есть также еще и несколько бассейнов, и подогреваемый бассейн, и горки даже, из которых можно спуститься, мы видели, да, и интересные бещеры, все сделано для детей, для семейного отдыха, ну и, конечно же, для парочек, как мы. Да, ну а теперь тебе нужно немножко согреться. Сейчас мы вернулись уже обратно к бассейну с волнами, здесь на искусственном пляже, на лежачке мы расположились, оставили наши вещи, полотенца, кстати, полотенца, естественно, мы взяли при входе, и уже отправляемся купаться. Водичка здесь тоже прохладная, совсем не глубоко, это связано с безопасностью, потому что многие китайцы, которые сюда приезжают, совсем не умеют плавать. Наверное, ошибкой было не взять аквабокс, потому что даже такие небольшие волны создают достаточно много брызг, а когда вы идете здесь, то вы, получается, естественно, идете не по песку, а по какому-то мягкому материалу, поэтому под ногами у вас так приятно пружинят, плюс эти волны. Для меня все-таки водичка прохладная в бассейне, поэтому Кирилл купается без меня, наслаждается этими волнами. Говорят, что здесь еще подогребаемый бассейн, нам предстоит его еще найти. После водных горок и бассейна с волнами мы пришли в Galaxy бассейн, его особенность в том, что он с подогревом. Как всегда, внимательный персонал, когда мы входим, все нам объясняют, рассказывают, говорят, хотите ли вы поменять полотенце, приносят, говорят, где удобнее расположиться, поэтому все на высшем уровне. Ну, а теперь отправляемся греться в теплый бассейн. Нам еще принесли бокс, здесь есть яблочки, ну, то есть это куски, и водичка. Это чтобы мы не скучали, да, здесь, возле бассейна. А то вдруг мы скучаем загар получать солнечный. Водичка действительно теплая, приятная. И, конечно же, павлин, как символ отеля Galaxy. Говорю Кириллу, что я не слезу от этого павлина, пока он меня не сфотографирует. А представляете, если он сегодня вообще не решит меня не фотографировать? На самом деле в этом отеле еще много всего интересного. Мы не успеваем вам показать за те два дня, которые мы здесь находимся, всю инфраструктуру данного отеля. Надеюсь, вы видели наш прошлый выпуск, в котором мы также показывали и наш номер, и шоу, которые здесь проходят в фойе. Также на территории есть еще какой-то сад цветочный, еще много всего интересного. Если будете здесь, обязательно все посмотрите, расскажите нам, а нам еще хочется посмотреть сам город Макао. Да, и мы отправляемся в его историческую часть. Друзья, мы с вами находимся в исторической части города Макао, на площади Сенада Сквэр, или Сенатская площадь, возле фонтана. Очень красиво выложенная черно-белая мозаика под ногами, таблички на португальском языке. Но добраться сюда было непросто, в первую очередь из-за погоды, потому что после обеда шел ливень на протяжении нескольких часов. Мы стояли просто под укрытием и ждали, когда же закончится дождь, чтобы мы смогли выйти. Самое интересное, что, скорее всего, у нас в отеле бы нам дали зонтик или еще что-то. Но мы вышли, когда не было дождя. Да, у нас с собой не было ни зонтика, и еще у нас с собой не было масок. Вот сейчас у нас идет апрель 2023 года, а до сих пор необходимо в общественном транспорте очень строго следять за тем, чтобы люди были в масках. Поэтому нас еще не в каждый автобус пускали, потому что у нас их с собой не было. И мне кажется, что снова начинается дождь. Да, это правда. Возможно, мы уже не успеем дойти до следующей замечательности, но все-таки попытаемся. По дороге от Сенатской площади можно увидеть много китайских магазинчиков, в том числе и вот такие необычные. Что бы вы думали, что бы вы думали, это правильный ответ, это свинина. Свинина в пластах с сладким соусом. Ну, на самом деле, по вкусу весьма недурно, да? Мне просто, кстати, понравилось. Я не особо люблю свинину, но она такая, знаете, она истухая. Ну, она истухая, но с плетен, с соусом. Немного похоже на копченые колбаски. Причем бывает не только свинина, но еще и говядина, как мы видим. Но все продают в таких интересных пластах. Китайцы очень любят подобную тему. Причем можно эти палатки со свинины, говядины увидеть очень часто. Подходить можно, дегустировать, пробовать это мясо. Вот, собственно говоря, чем мы потихоньку и занимались. На каждом шагу, вот видите, мы проходим эти палатки и продают эти пластины с мясом. Мне очень понравилось. Стоимость подобного мяса мы видели от 80 мопов и до... До 250. До 250, да. Видимо, есть какая-то градация. Отличаются они там свинина, говядина. Еще есть десятки видов. Чуть-чуть осталось. Ммм, слушай, это... Это говядина. Это говядина и... Она вкуснее. Там она с такими пряностями какими-то, да? Это очень вкусно. Ммм, просто вкусно. Минут 10 нам потребовалось, чтобы дойти до, пожалуй, главной достопримечательности старой части Макао. Это руины собора Святого Павла. Собор так красив, что он входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Но от него сохранился в данный момент лишь фасад, который в высоту 27 метров. В былые времена эта церковь была самой большой церковью на Дальнем Востоке. Дальнем Востоке. Сейчас мы поднялись на самый верх, к собору. Очень много людей фотографируются. Ну, а если посмотреть в другую сторону, то можно увидеть знаменитое казино и отель Гранд Лишбоа. Возможно, это не лучшая обзорная точка, чтобы увидеть этот огромный отель-казино. Но, к сожалению, у нас нет времени сейчас подойти к нему поближе, насладиться. Потому что время уже около 6 часов вечера. И нам пора возвращаться в наш отель Galaxy Macao. Друзья, мы поняли свою ошибку. Мы уже столько дней в Гонконге, в Макао, но мы до сих пор не были в ресторане китайской кухни. Поэтому мы сегодня исправляем эту ошибку. Сяди в ресторан, который называется Бутиен. И даже слышали, что когда-то этот ресторан был достоин звезды Мишлена. Но сейчас мы не нашли актуальной информации. Но это не важно. Главное, чтобы кухня была вкусная. Нам принесли бесплатные закуски. Туда входит капуста, которую я уже поедала. Похоже на тушеную капусту, но немножечко с маринадом. Имеется сладкий вкус, потому что Кирилю понравится. И также принесли еще нам водоросли. На нори не похожи. Просто какие-то водоросли. Не имеют практически кожицы. Немножечко только остринка. И еще обратите внимание, какие здесь красивые палочки. Кончики металлические. Мы заказали необычный суп. Основной его ингредиент, так сказать, эксклюзивный. Это красные грибы. И после варки этот суп приобретает красный цвет благодаря этим грибам. Но на суп это, конечно, мало похоже. Потому что бульона не так много. Поэтому пробую нудлс, можно сказать, в этом соусе. Честно скажу, чуть-чуть пресновато для меня. Здесь есть еще заправка специальная. Которая подается к этому супу. Таким образом она выглядит... Это что-то острое, видимо, китайский соус какой-то. Я хочу чуть-чуть добавить. Может быть, после этого будет более яркий, насыщенный вкус. Попробуй какой-нибудь грибочек. Да, давай. Грибочек с удовольствием. Но он выглядел как масленок. Я не знаю, какой он на вкус. Белый? На вкус я не знаю, как описать. Это прям, знаете, яркий вкус. Грибочка этого. Написано, что это еще дикие грибы. Вот именно такой вкус я и чувствую. Дикий грибок. Дикие китайские грибы. Так, переходим к основным блюдам. Ну, хотя суп с лапшой тоже можно считать основным блюдом. У нас сегодня в меню китайская свининка с кисло-сладком соусе, с томатами, лучком, перчиком и, что самое интересное, с личи. Личи – это такой экзотический фрукт, для тех, кто не знает. Ну, давайте положим себе подобные свининочки. Возьмем личи. На самом деле, подобное блюдо часто можно встретить и у нас, в Москве. Безошибочный вариант, да? Это правда, безошибочный вариант. Просто мы увидели в меню подобное блюдо и решили, что это нам точно понравится. Потому что кисло-сладкий соус и свининка. Получается такая еще хрустящая панировочка. Великолепно. Ну, хочу попробовать личи. Личи. Надо сказать, что помимо того, что личи сам по себе вкусен, он еще и очень хорошо здесь почищен. И без единой какой-то шкурочки получается. Великолепно. Ну, и салатик. Ну, скорее тушеные овощи какие-то китайские. Тушеные, да. Овощи китайские. Тут и кукурузка, местные вот эти вот стручки, а также китайский омлет, я бы сказал. Назвал бы вот это. Нечто похожее на спарту. Положу себе немножечко. Здесь название сложное в меню. Даже на английском языке нам не совсем понятно. Да, стоимость блюд. Салатик сколько стоил у нас? 80. Да, около 80. Свининка стоила около 140. И нудл. Самый дорогой был 180. Это нудл, да, по-моему? Да, нудл. Да, ну, с грибами 180. Это мы все говорим в МОПах. Поэтому можете умножать на 10, получится рублей. Так, ну, пробуем салат. Салат тоже теплый, практически горячий. Ну, и стручки эти тоже вкусные. Мне нравится, мне нравится. Мне нравится, правда, он немножко похож на спарту. Мне тоже понравилось, я пробовала уже. Так, у нас еще, кстати, мы не рассказали про напитки. Мы взяли себе обычный чай, но нам его уже налили стаканчик, вот он зеленого цвета. Такой травяной, травяная настойка. И взяли холодный чай. В специальной бутылочке с названием отеля Galaxy. Это Ice Tea. Холодный чай с розой. Там был либо жасмин, либо роза. Ну, вот. Нечто похоже на розу плавает у меня в бокале. На вкус. Лично для меня немножко сахарку бы добавить. Потому что он прям, знаете, прям no sugar. No калорий. Zero калорий. Также я попробовал лапшу, которую до этого Тома пробовал с грибами, с креветками. Также там идут небольшие ракушки. Также были обнаружены кусочки какой-то свинины небольшой. Надо сказать, что блюдо на любители. Куда, конечно же, обязательно мы добавили китайский соус. Обязательно, потому что без него. Но абсолютно верно, это тресно. Вот. Появилась небольшая остринка, еще что-то. Вот. Но на вкус. Второй раз не стал бы это есть. Вот. Но первый раз, первый раз интересен. Кстати, из интересного, сама эта супница, она подогревается. То есть это, получается, не огромная у нас тарелка. А это тарелка средняя, и внизу находится огонь. Вот так. В любом случае, еды нам хватит. Ресторан приятный, атмосфера уютная. Живем рядышком. Попробуйте угадать, что это за десерт. Вы прямо сейчас напишите в комментариях. А вот теперь правильный ответ. Это десерт из жареного дуриана. Так. Интересно. У нас здесь корочка такая шляпка. Я ее сейчас схамала. И немножко в соусе. Ну, вот это безозрение соусе скажу, что очень понравилось. Запах уже пошел, пошел. Я прям чувствую. Похоже немножко на мороженое. Но оно, знаете, оно не холодное. Оно именно теплое. Грустящая корочка. Не знаю с чего. Она похожа на слоеное тесто. Это очень вкусно. Мне этот десерт прям понравился. Друзья, а вы пробовали дуриан? Как вам десерт из дуриана? Такой мы сами до этого, на самом деле, не пробовали. Такой десерт. Друзья, почти заедаю десерт. Все-таки в конце, знаете, больше структура мороженого. Но все равно это безумно вкусно, особенно учитывая, что я обожаю этот дуриан. Но наш вкусный ужин еще не финальная точка сегодняшнего вечера. Мы сейчас отправляемся в казино ВИН, казино-отель, где посмотрим шоу фонтанов. Надеюсь, у нас все получится. Мы вышли из отеля в вечернее время и приятно удивлены тому, как он выглядит. Красиво подсвечивается различными огнями. Словно это азиатский Лас-Вегас. Пока мы идем к отелю ВИН, по дороге нам также открываются виды на другие отели. Отель Винишин. За ним стоит отель Лондонер. Дальше идет Парижин. Также отель Сити оф Дримс. Ну и мы находимся, в принципе, возле канала. Канала Винишин. Очень красивая ночная подсветка, друзья. Просто шикарно выйти здесь вечером. В приятную погоду. Немноголюдно. Но скоро, надеюсь, мы дойдем до отеля ВИН. И там будет шоу фонтанов. Макао продолжает нас удивлять. Мы, наконец-таки, пришли к Куин Пелос. И тут, посмотрите, какая красота. И фонтаны, и кабинки, на которых мы попробуем так же прокатиться. Дай. Сегодня какой-то не наш день. То дождик идет, то еще что-то. Сейчас, оказывается, нам не удастся прокатиться на этих кабинках. Потому что было очень много людей сюда. Они ждали долгое время. И сейчас они дождались. Но для нас кабинки уже закрыты. Поэтому, ну, не судьба. Ничего страшного. They can sing, they can dance. After all this, this is France. And the dinner here is never second best. Go on and hold your men. You'll take a glance and then. You'll be our guest. We our guest. Be our guest. Be for a food, cheese supply. I am put on flambe. We'll prepare and serve with Blair. We're a culinary camaraderie camaraderie. You're alone. You're scared for the back. It's all for the back. No one's gloomy or complaining. While the flatware's entertaining. We tell jokes, I do tricks. With my fellow candlestick. But it's all in perfect case that you can best. Come on in with your glass. You want your hungry past. You want your stress. It's fine diving. We are our guest. Yes, we are our guest. Well, friends, I'm with my impression. I think it's even worse than what we saw in Dubai. It's incredible. It's completely free. Everyone wants to come and see the show of the fountains. I think, friends, it's very similar. Although we never were in Las Vegas. But it's similar to the show of the fountains, which is near Bellagio. Just amazing. That's good news. Remember the fountains, You've been able to come and see the fountains and join us. You've been able to come and see the fountains. There's no way to come and see the fountains. Далая темночная, столько и белья идёт, молиться, молиться, молиться. Забыли упомянуть, что шоу проходит каждые 20 минут, и каждый раз оно разное. Поэтому есть возможность посмотреть его в нескольких вариациях. Ну а вы посмотрели наши прекрасные два дня в Макао. Если вам понравилось это место, понравились наши приключения, друзья, поддержите этот выпуск лайком. Как обычно, пишите свои вопросы в комментарии. И до новых встреч, ребята! Всем пока! Еще увидимся! Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!